Друзья и звезды Совершенно справедливо, это можно понимать так, и это можно понимать сяк, и это чрезвычайно удобно Не все звезды друзья, не все друзья звезды, на этом и, оно вот так слегка болтается, как на шарнире, но в общем и целом Было такое кино совсем у другого человека, о тех, кого помню и люблю Было такое кино, это те, кого вы, о ком вы помните и кого вы любите Это те, поговорить с которыми мне давно-давно хотелось не просто как живешь, а о том, что остается для истории и культуры И это началось, когда я был школьником, когда я попал на спектакль, которых больше никогда не будет Пятая премьера «Горе от ума» в БДТ И когда в финальной сцене Доронина, София, Юрский, Чацкий, они уже объяснили, что произнесен последний монолог Мы сейчас не уходим от книжки, нет? Нет, мы не уходим, мы не уходим, мы приходим И когда гаснет свет, и возникает ощущение Вот ты видишь во мраке, как они, которые только что разругались и расстались навсегда Не будет любви, не будет счастья, не будет ничего И они в отчаянии бросаются друг другу в объятия И вот 50 лет я хотел задать Юрскому, который гениальный актер Который Остап Бендер, это лишь самая знаменитая роль для народа Который старый петербургский интеллигент Это правда было или это мне почудилось? Вот оказалось, что они это вроде бы играли Но они этого не делали Получается, что почудилось Вот с этого в голове началась эта книжка Понятно, здесь собрано 12 персонажей Все они звезды, с вашей точки зрения Они, часть из них, друзья Звезды, они не с моей точки зрения С моей точки зрения, они друзья или нет? А вот совершенно неожиданно здесь Борис Абрамович Березовский присутствует В качестве звезды очевидной и вашего друга Да, видео закрашивался Дело в том, что если бы это были личные разговоры Они были бы никому не нужны Это разговоры людей, которые делали необычное и нестандартное Это разговоры людей, которые добились максимального успеха в своем деле Это разговоры людей, которые между делом и сделали русскую культуру этой эпохи Вот картина эпохи без Березовского была бы совсем не полной Потому что когда Березовский был основателем и продюсером Его деньги были премии «Триумф» Главной премии России за свершение в искусстве Когда Березовский был зампредседателем, фактически глава Совета Безопасности Когда Березовский был первым из олигархов Ну, может быть, не все в аудитории знают, кто такой Варвик-делатель королей Но по смыслу можно догадаться Когда молва утверждала, что президента сажали три человека От администрации, от семьи, а от олигархов это был Березовский Как же не поговорить с таким человеком? Ваша книжка позиционирована как вещь не без элементов сенсационности Значит, какие сенсации могут быть сейчас? Я не очень понимаю, что в книжке может быть реально сенсационного? Вы понимаете, на самом деле сенсационны те вещи, которые говорит Виктор Суворов И которые относятся к сталинскому предвоенному и военному периоду Эта сенсация не кончилась В голове у него информации много у Суворова И писать он продолжает То есть я вас перебью здесь, позвольте Вы хотите сказать, что Суворов сказал вам нечто, что он еще не написал в своих произведениях Что в этой книжке есть нечто от Суворова, что он сам не счел нужным и возможным пока озвучить Первое, слово сенсация придумали вы, журналисты В принципе, я этого слова не люблю, хотя его употребляю, ибо его употребляют все Второе, написание книги – это процесс довольно долгий Если человеку это дело понравилось, то он это будет делать всегда, доколе жив Делает это, и мой друг, чтоб он был здоров, Виктор Суворов Он же враг народа и предатель, как он сам рекомендуется по телефону, резун Это вот кое-что из того, о чем мы с ним говорили Пока вроде бы в его книгах не было Бесспорно, в следующей книге или в следующей будет Ну, хоть какой-нибудь вот манок для потенциальных потребителей этого продукта, для читателей Скажите какую-нибудь историю, какой-нибудь факт, который вот может сейчас аудиторию заставить немедленно от телевизора убежать И побежать искать эту вещь в книжных магазинах Одна из тем, которую мы с ним обсуждали, это В чем заключались мирные предложения Рудольфа Гесса Англии в 1941 году И каким именно образом Черчилль, который был признан величайшим из англичан Памятник которому стоит в центре Лондона перед аббатством напротив парламента Каким образом Черчилль, который был самый непримиримый паротивник Гитлера во Вторую мировую войну Каким образом Черчилль способствовал развязыванию этой войны И в результате прогадил британскую империю Мы говорили с рядом людей о вещах более интересных Можно ли назвать сенсацией фразу Жванецкого Сколько не воруй у государства, своего все равно не вернешь Или его же пословицу Одна голова хорошо, а с туловищем лучше Это впервые в вашей книге? То есть до этого Михаил Михайлович не озвучил... Не могу вам сказать, что это впервые, нет Я не возьмусь это утверждать По-моему, оно уже бывало То, что здесь пишет Борис Стругацкий Один из тех двоих братьев Стругацких На которых действительно были воспитаны В большом проценте, в большом количестве Два поколения советской интеллигенции О том, что есть добро и зло Прогресс и не прогресс Характер и не характер государства и не государства О том, к чему идет нынешняя эпоха Потому что это тот Стругацкий, который, в общем, все свои сенсации Написал много лет назад Но, когда, слушайте, скоро 50 лет, как, 48 лет назад Появилась книга «Хищные вещи века» Ну, она не была такой сенсации Это была фантастика Это было неопределенное будущее И вот проходит 40 лет И сенсацией является то Что мы живем в том обществе Которое они тогда описали С той наркоманией С той бессмысленностью С той возможностью потреблять С тем непониманием, куда двигаться дальше И так далее, и так далее Так я понимаю, что адресат Вашей книги Это выжившие представители Так называемой советской интеллигенции То есть вот Упаси Господь Адресат Это любой, кому чего понравится Я не маркетолог И я не бизнесмен Ну, вы не маркетолог И я вот Вот на кого-то конкретного Никогда не рейтинге Вы достаточно грамотно Выстраиваете при этом Вот просто эмпирически Стратегию Маркетинговую Потому что вы очень часто Появляетесь на телевидении Говорите, в общем, на самые разные Темы И, естественно, это сказывается На продажах Естественно, что писатель Веллер После того, как послушали Его по радио и на телевидении Заинтересовались И его творчеством Заинтересовались После того, как заинтересовались Персонажем Автором Это абсолютно закономерно И вы знаете, что В благосфере В так называемых интернетах Не очень лестно Отзываются О ваших появлениях На телевидении Потому что Ну, во-первых, менторский тон И, во-вторых Вы по разным совершенно Вопросам выступаете Вы как-то читаете Вот эти комментарии В благосфере? А теперь позвольте Последовательно Когда у меня в 83-м году Вышла книга При советской власти Хочу быть дворником Не было никакого радио Никакого телевидения Никакого ничего Когда в 91-м году Вышли приключения Майора Звягина В Москве не знали Кто я такой И где я живу За исключением Узкого круга Ценителей новеллистики Которая была еще в первой книге Когда в 95-м году За один год Вышло несколько сто тысячников Легенд Невского проспекта Никто не знал Кто я такой И где я живу На телевидении Меня стали приглашать Потом очень усердно Приглашать Приглашать столько Что я отклоняю 9 предложений Из 10 Спасибо, что мы стали десятыми Спасибо и вам Нет, вы стали первыми Когда после того Как осенью 2005 года 7 лет это долго Но не так долго Как люди живут У меня вышла книга Великий последний шанс Где речь шла о том Что сейчас делается со страной И все это говорилось Нет, без всякого мата Простым открытым языком Как оно все Решительно не сдерживаясь И с называнием имен Вот в 2005 году Когда у меня уже было продано Примерно Я не знаю сколько Наверное 200-300 тысяч Книги Все о жизни Меня стали звать На телевидение Таким образом Хотя Всегда, конечно же Появление в масс-медиа Как-то, да Способствует Интересу книгам Все это у меня было Задолго до того Телевидение отдельно Книги отдельно Ну смотрите Когда вы стали появляться Очень много Стали медийным лицом Стали появляться в эфире Вы в своем творчестве Как-то ушли От билетристики К публицистике То есть сейчас Вы в основном Занимаетесь Вот Мемуарными Какими-то изысканиями И публицистикой То есть вы совершенно Перестали быть Вот литератором В каноническом смысле Человеком, который Сочиняет сюжеты И описывает Жизнь Как он ее видит Вы знаете Вот за эти годы У меня вышла Чистая билетристика Под названием Б. Вавилонская Чистая социопсихология Под названием Человек в системе Чистая билетристика Которую я называю Литературой хорошего настроения Легенды Арбата То есть понимаете Книги решительно Разных жанров Так что это все Несколько не так А происходит это От того, что По гениальной сцене Помните Вы рабе любви У Калягина Есть хочется Худеть хочется Всего хочется Вот всего Хочется написать Но поскольку Все сразу Невозможно То приходится писать По очереди А поскольку Людей сегодня Интересует Жизнь Больше билетристики То они Больше внимания Обращают На публицистику Чем на билетристику Хотя Тиражи Другие У билетристики Тиражи Почти всегда Больше Разве Да Сейчас это у нас Была риторика Я Позволю себе Процитировать Писателя Веллера Это Ваши слова В моем То есть В вашем представлении Большинство Обитателей Интернета Стоят на Следующей ступени Эволюции После дерева Так Можете развить Этот тезис Понятно Нет Вы Как хороший Журналист Который Всегда Умеет Быть Провокатором Тоже Немножко Вынули Цитатку Из контекста Вот вы Позволите Я вам Просто продемонстрирую Что вообще Не вынимал То есть Вот здесь написано Михаил Беллер Писатель Все А больше ничего Не написано Собственно Кроме этого Кроме этой фразы Здесь ничего Не написано Ну Это Далее идет Абзац Где развивается Этот тезис А чем он Чем был спровоцирован Можно ли Прочитать Вот что дальше В этом абзаце Почти все люди Хотят иметь мнение Но почти никто Не умеет мыслить И это давно известно В интернете Как раз фантастическое Соотношение амбиций И полного Отсутствия мышления Точно И упаси меня То есть вас Господь Вступать в полемику На всякого рода Блогах и сайтах Вы не вступаете Вы совершенно правы Нет Я не вступаю Понимаете Вот Как журналист Вы конечно же Знаете Я работал журналистом Очень недолго Вы настоящий Матерый Профессиональный Журналист Мне не нравится Этот заход Нет Ничего Сейчас Мне нравится Вы знаете Что обычно Люди Нормальные Обычно Не звонят В редакцию Не пишут Писем Обычно Нормальные люди Если им нравится Они смотрят Или читают С удовольствием Если не нравится То они бросают Или переключают Но они Не заводятся Настолько Чтобы куда-то писать Что вот этот Вот Ну просто У них есть Более полезные И более необходимые Занятия Таким образом Люди Которые пишут Письма Будь то в электронном Или бумажном Не важно В основном Это люди Которым по жизни Нечего делать И которые не нашли Немножко Куда применить Свою энергию Я не могу себе Представить Доктора философских Наук Который вступает В философскую Дискуссию Где-то на форуме Слушайте Он занятой человек Он читает лекции Он пишет статьи Книги У него умственная энергия Идет в других В этих направлениях Интернет в этом плане Прежде всего Поле Абсолютно Равных возможностей И равных прав Для человека Который может Из себя Ничего не представлять На кой черт Писать докторскую Диссертацию Если можно Сразу написать Что этот философ Полный идиот Как рассказывала Мне когда-то Одна девушка А я думаю Сказала она Что вообще-то Пастернак Просто плоховато Знал русский язык С полным Самоуважением Сказала Это нормальная Троистница Бывшая в школе Вот таким образом Я думаю Что в основном Это так Вы тоже Насчет Пушкина Александра Сергеевича Один раз Высказались Не самым лестным образом Что вызвало Опять же Бурю обсуждений Я высказывался Не один раз Образом Который нельзя Счесть лестным А что вы имеете ввиду? Ну я сейчас Не готов лезть В интернет И вытаскивать Ну что-то такое Вы сказали Дело в том Что я перед тем Как Пойти на эфир На встречу с вами Я у себя в фейсбуке И написал Что вот я собираюсь Встречаться С писателем Беллером И посоветуйте Что вот можно спросить И мне в частности Посоветовали Обязательно Известный достаточно Тележурналист Обладатель тети Бла-бла-бла Обязательно сказал Спросить насчет Довлатова Это прекрасно Да Что вот Беллер Завидует Довлатову И тем не менее Хабалит его Постоянно И везде На самом деле Это Классическое развитие Классической фразы Нам не дано Предугадать Как слово Наше Отзовется Понимаете В принципе Самый качественный Юмор В мире Ну В цивилизации Нашего языка Значит Индоевропейской Семье В цивилизации Евроамериканской Это видимо Юмор Ирландский Когда этот Ирландский Юмор Переходит На английский Язык Смешивается С английским Если к этому Добавляется Еще Еврейский То видимо В этом вот И получается Вот это вот Нечто Самое смешное Кроме того Поскольку Юмор и ирония Они связаны Человек Действительно Ироничный И человек Сколько-то Воспиданный Полагает Правильным Подсмеиваться Над собой Не потому Что в самом деле Он считает Что он заслуживает Осмеяния Это сейчас о себе О себе Да Но Когда человек Относится к себе Иронически Скажем Для англичан Или американцев Это абсолютно Естественно У нас Это естественно Гораздо менее Когда я На пространстве Ну это называется Два листа В простом Уше себя страниц Иронически Отношусь К себе И выставляю себя В ироническом свете То большинство Простодушных Читателей Которые Видим Как раз Ближе Интернет Это глотают За чистую Монету Ну что Можно поделать Ну вот Люди таковы Кроме того Еще одно Много лет У меня была идея Написать Эмигрантский Роман Нового Времени Потому что Когда я в 79 Году Переехал из Ленинграда В Таллин Хотя это был Еще Советский Союз Но это уже Была как будто Чуть-чуть Эмиграция Что-то От своего уклада А уж когда Пошла перестройка А уж когда Союз Развалился И все эти Размышления По поводу Литературы Культуры И эмиграции Мне нужно было Натянуть На какую-то Проволоку И здесь Свои Несуществующие Отношения С Сергеем Довлатовым С которым Мы помнится Один раз Разговаривали По телефону Я и использовал В качестве Такой Нитки Потому что Если я был Первым В Советском Союзе Кто Довлатова Опубликовал В журнале Радуга Где я тогда Заведовал Отделом Русской Литературы Это Ну По-моему Это было Не более чем Естественно Ни его Одного Здесь Речь я повторяю Идет О судьбах Когда я говорю Что он Разговаривал со мной Как умный еврей С глупым По телефону Из Нью-Йорка Это Ну Парафраз Известного Советского Анекдота Все это Разумеется Самоирония И когда я Рассказываю о том Как встретил Какого-то немца Вы по-моему В Австралии Который был Прожорлив Мудрый Что-то там еще И который Сказал Трагикамизм Нашего положения Заключается В том Что мы Заискиваем Признание В глазах Людей Чьи умственные Способности Презираем То что Это Шопенгауэр Это один из Афоризмов Шопенгауэра Это по-моему Никто из читателей Простите Не прорюхал Это немножечко Для них Сложновато И стилистический Уровень Этой книги Для них Немножечко Сложноват Поэтому берется Только лицевой Период Берется и Слава Богу Потому что Если люди Неравнодушны К литературе Неравнодушны К своему любимому писателю Довлатова Я сейчас имею ввиду И слава Богу А все остальное На всякий чих Не наздравствуй Я понял Вы еще Ответили Вы упомянули О своем переезде Из Ленинграда В Таллин Я правильно понимаю Что гражданство У вас эстонское Да Начиная с 1995 Помнится года Когда нужно было решать Конкретно Туда или сюда А то газ выходит До 1995 Я жил с советским паспортом Теняя это сколько можно И полагая Что насобираю денег На переезд в Россию Но деньги какие-то Оказались только в 2000 году Квартира моя в Таллине На тот момент Видимо стоила Полторы тысячи долларов На эти деньги Хотя все было дешевле В Москве Нельзя было Видеть ничего Сколько горя на земле Ну а скажите Как вот вам С отчеством Иосифович С фамилией Беллер Живется в стране Где там Ставятся памятники СССам То есть совершенно Вот насколько я понимаю Это какая-то Антисемитская контора стала Нет? Или я ошибаюсь? Это все пропаганда Знаете На самом деле Первое Глядя из Москвы Часто путают Вы из Риги Или из Сталина То есть Латвия Эстония Да Это Это Прибалтика Это в принципе Одно и то же Ну в общем Для очень многих Да Это взгляд Из средневековой Европы Что в сущности Славяне и татары Это ведь одно и то же Вот примерно На этом уровне Это первое Второе Это правда Поскольку Эстония Конечно же С недовольством Относилась к тому Что называлось Воссоединение братских народов Что правильнее Называть аннексией А в Эстонии Обычно называется Оккупацией То в Эстонии Приветствовали Буквально всех Кого прищемлял Большой белый брат Вигвами в Москве И поскольку Евреи в Советском Союзе Приветствовались мало Ну начиная конкретнее С 67-го года Уже в брежневские времена После Синайской войны Египта с Израилем То в Эстонию съехало Какое-то количество Лиц еврейской национальности Из трех регионов Из Узбекистана Из Украины А также из Москвы Ленинграда И они там имели Несколько лучшее Вот такое отношение По душе Чем славяне Потому что подразумевалось Что тоже страдают Вы понимаете И так далее Михаил Ильич, вы уже ответили На эти вопросы Даже на самом деле На следующий вопрос Который я собирался задать Если хотите Я отвечу на все остальные Сразу У меня 50 тысяч вопросов К вам На самом деле С вами очень интересно Разговаривать 100 тысяч ответов Сойдут Да Именно 50 тысяч Вопросов будет 100 тысяч ответов Я думаю Что масса ответов Я найду в этой книжке Я еще раз ее покажу Друзья и звезды Вот Друзья Михаила Веллера И звезды нашей страны Знаете Здесь изумительно интересные вещи Рассказывает Володя Соловьев Я нисколько не сомневаюсь Здесь изумительные вещи Рассказывает фантастический человек Молчанов Который сам Закрыл Самую популярную В стране передачу Фантастический человек И мы будем читать И наслаждаться А что уже все? Да Уже все Мы с вами прощаемся Я сразу же после эфира Начинаю читать Книжку